Старайтесь носом дышать расслабленно, не бояться. Прямо давайте тихонечку капаем. Процедура безболезненная, но неприятная. Василия Яковлевича обследуют в плановом порядке. У мужчины центральный рак легкого. Появился кашель, с трудом начала отходить мокрота. Врачи санируют, чистят дыхательную систему. Пациенту становится легче дышать. У меня выявили онкологию легких. И я проходил химиотерапию. После прохождения пятой химиотерапии у меня побочным эффектом оказалось пневмоний. От полости носа до осмотра бронхиального дерева. Бронхоскопия позволяет визуально увидеть изменения, выявить образование, взять анализы и поставить правильный диагноз пациентам, которых направили на осмотрах в эндоскопическое отделение больницы скорой медицинской помощи. У нас есть возможность, единственная больница в городе, проводить такие обследования для амбулаторных пациентов. То есть мы смотрим пациентов в поликлиниках. Не только нашего стационара, кто у нас лежит. У нас есть ежедневные талончики на бронхоскопию, на ларингоскопию. То есть это верхние отделы дыхательных путей легкие. И очень много, за даже вот эти два года, сколько мы начали работать на этом оборудовании здесь, было очень много онкологических случаев появлено уже, бессимптомных именно, но при этом уже запущенных. В этом году врачи провели больше 450 бронхоскопий. Из них 65 для амбулаторных пациентов. За последние полгода медики диагностировали 16 злокачественных образований. Грустную статистику можно остановить, предупреждают врачи. Обязательно хотя бы начинать с простого, с ферографии. Конечно, делать КТ, какие-то сложные методы не нужно каждому пациенту, но хотя бы раз в год проходить ферографию нужно обязательно. Следить за собой, какие-то непонятные симптомы, кашель такой, который уже не проходит неделю, две, три. Уже стоит все равно обязательно к врачу обратиться и врач уже не станет до обследования. Заниматься самолечением не стоит. Игнорировать симптомы тем более настаивают медики. При первых звоночках обращаться в поликлинику по месту жительства. Там обследуют и в случае необходимости направят на бронхоскопию. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.